В этом видео я расскажу о четырех фигурках. Бэтмен в отпуске, Бэтмен из племени пещерных людей, Кэтмен и медсестра Харли Квинн. Приветствую вас, парни и девчонки, с вами Алексей Чернышов. И как я обещал в своем инстаграме, сегодня я расскажу вам о пакетной серии Лего, которая посвящена такому анимационному фильму, как The Batman Movie. И если мы соберем достаточное количество лайков и просмотров, уже завтра я расскажу еще о четырех фигурках. Впрочем, все это лирика. Поехали! И по традиции нужно немного времени уделить пакетику и вкладышу. Итак, пакетики у нас выглядят весьма интересно. Как всегда, часть персонажей изображены на лицевой стороне. Сам же пакетик оформлен в тонах предстоящей картины, имеет ограничения по возрасту 5+, артикул 71017, и, конечно же, пару логотипов – Лего и The Batman Movie. Ну и надпись в правом углу – Limited Edition to Collect и число 20. Именно такое нестандартное число фигурок нам предлагают собрать в этот раз. С обратной стороны, как всегда, ничего интересного, черный фон и куча белого текста. Внутри каждого пакетика, помимо фигурки, еще будет и буклет. На лицевой стороне все персонажи. С обратной немного рекламы и три варианта сборки разных минифигурок. А также небольшая пасхалка в правом нижнем углу относительно ваших экранов. Судя по всему, на новую серию минифигурок, которая выйдет в мае 2017 года. А теперь давайте уже рассматривать фигурки. И первым будет «Бэтмен в отпуске». Его очень просто найти в пакетике. Сперва нащупываете маску, а затем его надувной круг. Ну или сразу надувной круг ищите. В пакетике фигурки, естественно, в разобранном виде. И это состояло из 8 деталей. Из особых деталей я бы отметил, конечно же, надувную утку Бэтса, уникальную маску с очками. Ну и к уникальным деталям я бы еще отнес ноги и тело фигурки. В собранном виде «Бэтмен» смотрится очень забавно и крайне атмосферно. И, кстати, без круга он выглядит ничуть не хуже. В качестве аксессуаров тут у нас есть пара ласт стандартных, отличная маска. И, кстати, из-за того, что на маске есть очки, лицо у фигурки сделано нормально, без всяких там полосок на лбу. Что, опять же, хорошо. Ну и главным аксессуаром у этого Бэтса можно назвать его надувной круг в виде утки, которая выполнена очень классно. Сама же фигурка имеет одну физиономию. И, как я уже сказал, она полноценная, без всяких там полосок. И, конечно же, уникальное тело и ноги, которые украшены принтами. А ручки и ножки выполнены из двух видов пластика. Смотрится все это ну очень здорово. Отличная фигурка, двигаемся дальше. И тут у нас еще один Бэтс, только на этот раз из племени пещерных людей. В пакетике с этой фигуркой будет шесть деталей. Ну и, конечно же, плащ, который выполнен в не совсем стандартной форме. Из уникальных тут четыре детальки. Это его голова, где не белая полоска, а коричневая. Конечно же, тело, ноги и его маска. Уникально ее делают принты и цвет. После сборки вы получите отличную фигурку Бэтмена, которая еще никогда не встречалась в наборах Лего. Шикарные принты, которые расположились на маске, теле, руках и ногах. Жаль, что только сзади на принты не расщедрились. Многие руки сделаны из двух видов пластика, а также имеют принты с боков, что добавляет очков крутости этой фигурки. Еще мне очень нравится его каменный логотип на груди. Вообще супер! Ну а лицо у него одно и крайне суровое. В качестве аксессуаров у него маска, о которой было уже немало сказано, и дубина. Стандартная такая, но прекрасно дополняет образ пещерного человека. Кстати, найти эту фигурку проще всего по этой самой дубине. Что тут еще добавить? Классная фигурка, идем дальше. И снова Бэтмен? А, не, показалось. Тут у нас Кэтмен. Хотя я бы назвал его Росомаха. Не, ну посудите сами. Небольшая трехдневная щетина на моське. Классические цвета. Коричневый и желтый. Плюс когти. Ну чем, блин, вам не Росомаха? Если считаете так же, ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. Что касается комплектации, то тут у нас 8 деталей и плащ. А найти его можно по его когтям. Уникальных тут 5 деталей. Хотя, что касается ног, я не уверен. Возможно, они уже были. Знатоки Лего, напишите в комментариях, были ли такие ноги уже в наборах Лего. Маска уникальна, но только из-за цвета. Как, впрочем, голова и его пояс с подсумками. И получается, что только его тело уникально, а точнее принты, которые расположились только на теле и только спереди. Однако, все ранее сказанное не отменяет того факта, что фигурка получилась зачетной. Этакий Бэтс Росомаха или Роса Бэтс. Такое слияние DC и Марвел. Из доп. предметов у этого Бэтмена стандартные для Лего когти. И кто там у нас следующий? О-о-о, да, Харли Красавица Квинн. Я думаю, она станет одной из самых желанных фигурок для большинства коллекционеров. Ну уж точно для тех, кто фанатеет от комиксов DC. Кстати, эту фигурку проще всего найти по ее волосам. Такой шевелюры нет ни у кого из этой серии. А состоит эта мини-фигурка из семи деталей. И все они уникальные, кроме подставки, конечно же. Вообще, в этой фигурке прекрасно все, начиная с уникальных ножек, которые сделаны из двух видов пластика и просто изобилуют принтами. И заканчивая головой, которая имеет одно выражение лица, но зато какое. Классика бессмертна. Немного об аксессуарах фигурки. Все они уникальны. И прическа, которая окрашена в цвета классического шутовского колпака Квинн. И головной убор с принтом в виде сердечка. Ну и, конечно же, медицинская карта Джокера, где красуется надпись «Психиатрическая больница Архама». И инициалы H плюс J. Думаю, не стоит их расшифровывать, да? Сама же фигурка в собранном виде невероятно круто выглядит. Каждая мелочь тут отлично проработана. Отдельное спасибо за принты на теле, ногах и руках. В данном случае даже сзади есть принт, чего не было у предыдущих двух фигурок. На мой взгляд, одна из самых желанных и, безусловно, интересных минифигурок из этой серии. Но это, конечно же, по моему крайне субъективному мнению. Что ж, вот мы и рассмотрели 4 минифигурки из серии The Batman Movie. И если ваша активность будет высокой, уже завтра я запилю еще одно видео на 4 фигурки. И так до тех пор, пока не соберем всю коллекцию. Так что давайте, друзья, соберем побольше лайков, просмотров и комментариев. Ну и подписываться тоже не забывайте. Я же благодарю вас за внимание. Всего вам доброго, друзья. Пока-пока-пока.